Горящие баррикады на улицах Порта Пренции, вооружённые палками и камнями протестующие. Антиправительственные выступления, которые длятся уже больше года, активизировались после стычки между военными и полицейскими. Она стала одной из самых ожесточённых за последние недели и завершилась стрельбой. Полиция требовала повышения зарплаты, улучшения условий труда. «Полицейским не платят, люди голодают, у всех проблемы, людям нечем платить за свои дома, полицейским не прожить на 140 долларов». Протесты в республике Гаити начались после сообщения о том, что правительственные чиновники присваивали средства программы льготных поставок нефти из Венесуэлы. Люди также недовольны экономическими проблемами и коррупцией. При этом в стране уже больше года назад истекли полномочия парламента, а новый состав так и не могут выбрать. «Нам нужно сильное государство. Проблемы возникают при всех правительствах. У нас никогда не было долгосрочного социального проекта, только краткосрочные программы». Протесты ещё больше усугубили экономический кризис в самой бедной стране Америки. Сегодня недоедает каждый третий гаитянин, то есть 3 миллиона 700 тысяч граждан нуждаются в срочной продовольственной помощи. В конце 2018 года голодающих было меньше на 1 миллион 200 тысяч человек.